Привет! Здравствуйте! В общем так, наше пребывание в Чангмай подходит к концу. Что это такое? Там моя скупая, как там была, слюна, помнишь? Мужская слюна? Сегодня мы уезжаем в Бангкок, чтобы потом оказаться в Пранбури. Вся эта поездка с Чангмая до Пранбури у нас займет... Почти два дня? Почти два дня, да. Короче говоря, мы едем из Чангмая в Бангкок на поезде, из Бангкока до Хуахина на автобусе, и потом из Хуахина до Пранбури. Наверное, он тоже на автобусе. Мы еще пока не знаем, как мы будем там... Ну это да, это мы пока что предполагаем, а как оно все выйдет. Короче, будем ориентироваться по офсайту. На данный момент у нас есть только билет до Бангкока. И все. В общем, Пранбури это очень маленький городок, такой рыболовный. Он малоизвестен, там очень мало туристов. Он находится недалеко от Хуахина. И мы надеемся там увидеть аутентичную тайскую жизнь. Рыбацкий магазин. Рыбацкий. Рыбацкий магазин. Рыбацкий магазин. Там находится рыбацкий магазин, в который Лиса давно хотела попасть. Как заядные рыболовные. Наконец-то попасть на рыбалку. Кстати говоря, вот мне интересно знать на будущее, может кто-то нам может подсказать, какой вообще самый дешевый, самый простой способ добраться из Чангмая до Пранбури. Ну или хотя бы до Хуахина. Нет, далеко. Нам вот таки далеко. Кто-то спросил про дешевый, а не про длинный долгий или быстрый. Короче, какой самый вменяемый, оптимальный по цене и качеству метод добраться до Пранбури из Чангмая. Я буду очень рад, если вы напишите в комментариях, друзья, внизу. В общем, мы прыгнули в этот самый, в такси. Или в маршрутку, лучше сказать. Ползли, я бы сказала. Ползли в такси, в маршрутку. Ползли. С нашими гигантскими рюкзаками. И сейчас мы двигаемся в сторону вокзала. А по дороге мы зайдем на почту. Когда Вадим сильно возмущается на этот счет, что типа, вот ты и твои открытки, и твои непонятные знакомые. Но я вам опять же скажу, я хранителю... Как там было? Социальных связей. Социальных связей. Друзья, какие же мы все... Ребель. Подвижные. Подвижные? На шарнирах, что ли? Вот мы и доехали до почты. Видите, на заднем фоне. Надеюсь, все видно там нормальненько. Красненькая такая. Да, красненькая такая. Сейчас мы отправляем открытки и потом пешкарим к вокзалу. Вон, сколько у нас открыток. Поэтому радуйтесь. Ждите. Если за через два, в лучшем случае, я не к вам приду. И шо-шо? Смотрите, нету почему-то в Украине, не Россия. Мне кажется, это очень даже направление такие распространенно, но нету. Ну, например, в Германию отослать, конечно, дороговато. Тысяча стопат за один килограмм всего лишь. Это если быстрая доставка по воздуху, если бы более медленная, экономическая, экономичная доставка, то уже на три стопат дешевле. И понятно, когда вам будут три месяца еще в такой сюрпризной доставкой, в которой вы уже забудете, что вы отослали себе что-то, то это совсем дешево. Восемьсот пятьдесят. Восемьсот пятьдесят. Восемьсот пятьдесят. Это сколько? Это один килограмм, это два килограмма, да? Один килограмм, восемьсот. Два килограмма стоит. То есть, в принципе, только на пятьдесят килограмм. Это не очень дорого, кстати говоря. Короче, закинули мы вот сюда наши посылочки. И, вернее, не посылочки, а открытки. И все, выдвигаемся к вокзалу. Вот мы снова и на вокзале. Теперь надо узнать, где у нас поезд на Бангкок. Посмотрим этот билетик. Милые ребята. Номер A, смотри, ай, номер T. Номер T, в предыдущем. Семь. Спасибо. Зашли. Ух ты, как здесь прикольно. По-другому. Здесь по-другому все. Здесь выглядит все, как в старых русских поездах. Интересненько. Здесь выглядит, как в купейных поездах. Да, как в купейных русских поездах выглядит. Но только без двери. О, тут какая-то плевачка. Старый поезд, ладно, идем дальше. Поехали. Ну, ничего тут, мне нравится, кстати говоря. И прохладник. Семь-восемь вадим. Вот эти две. Окей. С какими-то людьми будет. Я думаю, вряд ли здесь это будет. Вот мы пришли. Я надеюсь. Запрыгивай. Вот вам важный совет. Берите с собой кипятильник. Короче, в поезд. Короче, в поезде кухня это просто полный отстой. То есть все, что не готовят здесь просто... Ну, так себе. Короче, очень дорого. Суп более или менее был. Завтрак есть вообще невозможно. Что касается обедов или ужинов. Они вроде ничего, но они просто мега дорогие. И тут вас будут пытаться разводить вообще по полной катушке. Какая-то бабочка пришла, стала нам втирать. Короче, как-то неприятно очень докапываться. Кто там ничего нам не докапывал, я себе не втирал. Они просто предложили. И вы недовольны с тем, что мы ничего не заказали. Ну, короче, с таким немножко с негативом. Типа, мол, что мы не заказали. Ну, мы тут сидим, камерами обложились. То есть деньги, типа, есть, что мы не заказывали. Да, короче, цены невменяемые. Мы, короче говоря, до того, как здесь поезд, купили в магазе вот такие вот макароны. Вот. Ну, и мы такие, типа, спросили, а можно у вас заказать горячей воды? Сколько это будет стоить? Они такие говорят, да, типа, можно, можно. Типа, один стакан, как я понял, стаканчик, я не знаю, сколько он большой, стоит 20 бат. 20 бат, это, короче, 50 центов. То есть, типа, чтобы нам наполнить эту штуку, это надо 4 стакана. То есть, нам просто вода для этой фигни обойдется дороже, чем без того дорогая еда. Да, короче, будьте осторожны, берите с собой напитки, еду, не берите, наверное, сухие макароны. Вас в этом поезде будут пытаться развести на... Берите с собой курочку, яйца, чесночок, яички, да. Яички. И это соль в коробке. И не забудьте еще такие сосиски, которые такие очень ароматные. Ну, а курочке хватит, я думаю. На курочке хватит. Разложите ее любовно на газетке. Да, да, да. Семечки щелкайте, грызите. В общем, короче, не заказывайте здесь еду и посылайте всех в жопу. Смотрите, друзья, какой у нас тут интересный человечек живет. Бегает он тут такой. Очень, очень милое создание. Сейчас мы последим за этим малым. Боже, какая же эта обезьянка прикольная. Она такая маленькая, такая шебутная. Туда бежит, сюда бежит. Какое же она милое. Какое же она холодные ножки. Холодные ножки. Куда это ты? Куда это ты? Бам. Бам. Какое милое милотище. Вот такой обезьян у себя. Мне кажется, мы его натренируем и будем много денег делать. Ну прикольная, конечно, такая она смешная. Кто здесь? Кто здесь? Я? Такое оно шевутное. Такое оно милое. Я? Я не очень понимаю смысл игры. Мне надо... Ты должна открываться. Давай, ты должен. Закрой. Чего? Пугаешь её палкой. Обезьянки боятся, по-моему. Всё, она заняла своё почётное место. Осторожно, там мишка была вода лесенка. Ага. Тащи её оттуда. А, да, кстати, вот эта вот женщина, которая только с ней была. Сейчас мы вам покажем её ещё раз. Это не её мама, как все вы могли подумать, а её бабушка. Бабушке 35 лет, чтобы вы понимали. Держи её. Потому что, знаешь, оставили нам обезьяну целую, неврезимую. А вернём какую-то покоцаную. Смотри. Отсюда будет больно падать. Я пытаюсь. Эй. Я постоянно возмущена. Я постоянно возмущена. Мы снова включим эту грустную музыку. У нас тут поменялись планы, короче говоря. Вот она, спонтанность, о которой мы писали. Спонтанность и... Готовность к спонтанности. Да, да, мобильность. Короче, смысл в том, что мы познакомились в поезде с одной очень милой тайкой, с её милым бэбиком. С её внучкой. Внучка её, короче. Ей 35 лет, а у неё уже внучка такая милая, малая. В общем, короче, она нам сказала, что как там в Пранбуре ехать сейчас, ну, не имеет смысла. Во-первых, там сейчас сезон дождей. А во-вторых, там какие-то злобные медузы, от которых можно умереть. И сейчас участились случаи. Поджидают. Случаи участились именно смертельных вот этих вот вариантов. Нападение медуз до человека. Нападение медуз. Поэтому, короче, мы приняли спонтанное решение поехать в другое место. Мы поедем не на юг, а на... Мы, короче, поедем на восток в город под названием Конча-Бури. Кончан-Бури. Кончана-Бури. Кончана-Бури. Короче, там он известен тем, да, что в нём снимали фильм. Ну, не в нём, вернее, снимали фильм, а в нём стоит мост, который был известен во Вторую мировую войну, да? Вторую мировую это было, да. Его строили японцы, когда они оккупировали почти всю Азию. Железный мост. Да, вот они строили железную дорогу, короче говоря, до Малайзии, по-моему, и даже дальше. Кто видел фильм? Короче, посмотрите фильм «Мост через реку Квай», очень классный фильм. И второй. Да, и устроили военнопленный, было жёсткое, жёсткое дело. И там, короче говоря, будет ещё много всяких памятников посвящённых Второй мировой войне. Куча водопадов, много природы, всякие там пещеры. В общем, мы спонтанно приняли решение и двигаемся сейчас туда. Короче, сейчас мы из вокзала, вот мы сейчас на вокзале. Мы выходим с вокзала, даже железнодорожного, двигаем на такси в сторону Сайтай. Сайтай – это южная автобусная остановка. Там покупаем билеты и двигаем уже туда напрямую, в конча на буре. Смысл в том, что примерно всё это должно нам обойтись 150 бат здесь от вокзала на такси до автобусной остановки. И на автобусной остановке где-то по 100 бат на человека за билеты. То есть, короче говоря, мы рассчитываем где-то бат за 350 добраться оттуда на двоих. Что само по себе недорого. Да? До скорого. Короче, друзья, мы нашли такси. Вот вам моя рекомендация. Я тоже хочу в кадр. Вот, Лиса хочет тоже в кадр. Вот она. И здесь. Короче говоря, моя рекомендация. Ещё раз, от вокзала до Сайтай Басстейшн такси проезд стоит от 150 максимально до 200 бат. От 130 должно. Да, даже от 130. Поэтому, если вам кто-то будет говорить, что, мол, это невозможно, не слушайте. Например, она. Не слушайте никого, пытайтесь найти, и вы обязательно найдёте. Мы только что нашли за 200 бат. Это чуть-чуть подороже, но 50 бат – это как бы фигня. Поэтому я вам скажу так, что это реально. Вам будут все пытаться втирать там 400-300 бат. 500 бат. Но вы всё равно оставайтесь на своём. 200 бат максимум. Кстати говоря, пока мы вот едем на автобусную остановку, хотелось бы у вас узнать, друзья, какой ваш самый любимый город в Таиланде. Какой имеет смысл посетить? Может быть, в следующий раз, когда мы поедем в Тай, какое-нибудь необычное место. Я попрошу аргументированный ответ. Да, да. Что-то аргументированное, что-то интересное. Расскажите нам о каких-нибудь скрытых, скажем так, сокровищах Таиланда. Какая-нибудь такая… Да, да, да. Что-то необычное, что-то, может быть, не очень туристическое, что-то такое, что вы очень любите, что вам очень нравится, что… Ну, скажем, что-то необычное, не типичное туристическое. Или там, о, там крутой пляж, или там можно покататься на слонах, а именно что-то такое эдакое, необычное. Эдакое? Эдакое. Что-то эдакое. Только эдакое не надо. Это никто не поймет. Эдика не надо. Мы вырежем эту шутку. Эдика, эдика. Эдика не надо. Южная автобусная остановка. Как она называется? Сайтай, мы уже говорили. Сайтаймай. Сайтаймай. И, короче, вот сзади она, и мы сейчас туда двигаем. Все выше и выше, и выше. Мы поднимаемся наверх. Да, здесь такое неожиданно большое высокое здание оказалось. И мы по-прежнему движемся наверх. Какой-то, типа, торговый центр еще. Такой дешевый, типа, а-ля... Ну, напихаем все, что есть. А-ля китайский рыночек. Ничего так интересненько. Теперь вы можете тоже, находясь перед своими мониторами, путешествовать по Таиланду. Вот в этой, вот этих будочках, в этих будочках сидят люди, и продают билеты в разные направления. Какая-то тикет к Канчанабури? 220. Для двух. Для двух. Для двух. 210. Это первая класса? Какая-то басса? Это с аэр-кондиционной? Да. 210. Окей, я понял. А как он набежал, она была более добрая. 210? Сколько он сказал? 210, да? 220. 220. 220. Вот они. Билеты на первый класс выглядят так. Вдруг вот какие-то были сомнения. Обращайте внимание на мой крутейший маникюр. Вы обращайте внимание на эти розовые, милые билеты. Братья и сестры, возрадуйтесь. У нас осталась последняя завалящая тыщенка. 20 минут пошли. Тыщенка, у нас осталось 20 минут, последняя тысяча бат. Конечно, у нас здесь нет. И больше у нас пока что денег нет, их надо будет снимать. Поэтому посмотрим, сколько мы на эту тысячу бат протянем. Скиньтесь денег, да что вы за люди. Боюсь, что с лисиными аппетитами нам тысячи бат Хватит лишь сегодня на полдня. И то в автобусе только. Я потом от зверей начну покупать еду у пассажира. Отнимать, нет, не покупать, а отнимать еду. Ну сначала я так подоргуюсь, а потом они же не будут. Вгрызаться в их курочки, вкусняшки. Лопать их яйки. Лопать их яйки? Владимир, ну что за человек? Какая гадость, она будет яйки их лопать. Мы пошли наверх, купили билеты, а теперь мы идем вниз. Вниз, вниз, вниз. Слушай, у нас 20 минут, у нас мало времени, кстати говоря. Надо бежать. Мы бежим, друзья, бежим, поэтому больше не снимаем. Какие они здесь все милые, эти полицейские. Хватают тебя за билет, говорят. Сейчас покажу тебя, проведут тебя друг. Туда покажут, сюда покажут. В общем, молодцы, люди здесь добрые, приветливые. Даже полицай. Я думаю, они просто таки понятят, что, боже, опять эти иностранцы лучше я их отведу, чем они сейчас меня задолбают. Да, тупые иностранцы. Мы отправились далеко, вот нам нужно на этой платформе. Как вы видите, она пока что еще пустая. И нет тут никого и ничего. А вот и наш автобус, друзья. Я даже не представляю, как в этом автобусе может быть первый класс. Мы взяли первый класс, но не трудно это представить. У нас же места. Сейчас посмотрим. Заходим в автобус. Вадим, единственный класс. Да. Я сомневаюсь. Нам продали первый класс, но, по-моему, это не первый класс. Я просто себе сам это попробую. Ну, он 99 евро стоит. Одни тайцы. Кроме нас, ни одного иностранца здесь нет. Вот так вот путешествуют тайцы. Типа в первом классе. Ну, неважно. Нет, в классе просто... Вот там все залито водой. Кондиционер протекает. Блин, как же я боюсь, что я просто живу здесь. Ну, по крайней мере, здесь не жарко. Ну, тут, скорее всего, будет холодно. Но холодно. Так, друзья. Вот мы и приехали в Кончанабури. Город, неизвестный нам. Который мы, вообще, совершенно случайно до вчерашнего времени не знали о его существовании. А теперь мы в нем. И сейчас будем ориентироваться на местности, искать что-нибудь. Элиса, ты как? Элиса проспала всю дорогу. В общем, вот так это выглядит. Вот наш автобус, на который мы приехали. Я не вижу здесь вообще ни одного иностранца. А, нет, одного вижу. Хотя, может, он и не иностранец. Похоже, был на азиата. Интернет сообщил нам о том, что нам нужно искать дорогу, которая идет параллельно вот к этой дороге. То есть дорога идет прямо через весь город и соединяет все важные точки в этом городе. Да, вот эта дорога есть, вот эта вот дорога. И нам нужно от нее, от этой дороги, на параллельную улицу выйти, которая идет вдоль реки. Поэтому мы сейчас пытаемся найти реку. Потому что по этой улице вдоль реки там куча разных отелей, гестхаусов, баров. В общем, там искать надо место. Вообще, это интересный опыт, скажу вам честно. Это первый раз, когда я просто еду на Абум, от балды купив билет в неизвестном направлении. И спонтанно начинаю ориентироваться. Это как-то, ну, закаляет, что ли, интересно. И к тому же вырабатывает определенную, как-то сказать, определенную, ну, подвижность ума, что ли. То есть как бы без всяких подготовок, без ничего. Для лица, конечно, сразу же обнаружили ее любимую вкусняшку. Вареную кукурузку. И есть еще вареная и загриленная. Милый продавец кукурузы показал нам, в каком направлении нам двигать, где можно найти дешевые гестхаусы. Ну, или, по крайней мере, вообще какие-то гестхаусы. Про дешевые ничего не говорю. Поэтому будем двигать туда. Канчанабуре. Такое странное имя. В Канчанабуре нашли мы какую-то дешевенькую забегаловку. В общем, заметили цены, конечно, в разы ниже, чем в Бангкоке или в Чангмайе. Там запасает 30 бат и зажаренный рис 40 бат. А до этого они были аж 25, там была перечеркнута цена. В общем, встретили еще одну немку, девочку. Она сказала, что она снимает одну комнату в каком-то гестхаусе за 100 бат в сутки. Это вообще нереально. Да? Да. Нереально, говорит, дешево. Лиса вот тоже рада. Все еще отходят. Это какие-то жестяковые таблетки. Меня реально не укачивает, но меня усыпляет так бомбезно просто. Потому что я вообще-то помечаюсь. Короче, друзья, смотрите. Улица Паттай прям очень аутентично выглядит. Прямо в классическом, как в фильме. Вон там специи лежат. А вот этого обычно нету. Да, орешки. Какие-то свои особенные зеленые штучки. Не знаю, что такое. А вот это такие же непонятные, да, хрусяшки. Ну, попробуй. Я попробовала, не понимаю, что это. Какое-то мясо во фритюре. В очень жестком фритюре. Похоже на куриное мясо. Ну, что-то да. Даже на кого-то. Очень интересно. Я такого Паттай еще не видел. Классно выглядит. А вообще интересный парадокс, друзья. Мы находимся за тысячи и тысячи километров от Европы. От эпицентра, скажем так, фашизма и Второй мировой войны. А здесь прямо все так и рассказывает об этих происшествиях, о том времени. Вообще просто как интересно, сколько глобально была эта война распространилась просто реально на весь мир. Мы так далеко вообще, так далеко от Германии. И даже здесь можно найти так отчетливо все эти следы. Ну, это жировая война. Ну, да. Жесть. В общем, друзья. Слава Богу, мы нашли номер. Искали его там. Шли пешком, не знаю, час, наверное. Второй хостел нам более-менее понравился. Мы пока еще точно не решили, останемся ли мы здесь на все время. Или мы еще сменим хостел. Но на первый взгляд очень даже милое место. Сейчас я вам покажу номер. Вот, Лиса. Короче, здесь в принципе все очень простенько. Вот такой вот входик с такой вот милой дверкой. Сейчас покажу номер. Да, все очень просто. Внутри одна комнатка. Такая вот. Ну, зато чистенькая, очень аккуратненькая. Вот он я. Это номер вообще с кондиционером. Да. Но пульт от кондиционера нас забрали, потому что мы купили, заплатили за номер с вентилятором. Короче, нам спросили, вам номер с кондиционером или с вентилятором. Вентилятором стоил 400 бат, а с кондиционером 600 бат. Прикол в том, что здесь все номера одинаковые. И вот, типа, вот он, пожалуйста, кондиционер. А вот, пожалуйста, пульт от кондиционера. Да, только пульт она забрала и поставила нам сюда вентилятор. Какой-то бред вообще. Ну ладно, неважно. Со мной комната, в принципе, очень такая приятная. Аккуратненько здесь все. Пахнет вкусно, кровать неплохо выглядит. Скромненько и за 400 бат относительно недорого. То есть, как бы, цена вполне себе вменяемая. Конечно, не хватает холодильника. Холодильника и шкаф не хватает, да. Шкаф очень маленький, но есть. Ну, за эту цену, в принципе, окей. Говорят, что здесь еще дешевле. Здесь можно даже найти намного дешевле номера. Мы девочку встретили, немку. Ну, сюда по ней она, наверное, в каком-то христе живет. Короче, мы встретили девочку немку. И она сказала, что она за свой хостел платит 100 бат в день. Хотя она сказала, что он убогий, конечно. Такой очень простенький и грязноватый. Но, тем не менее, 100 бат вообще ни о чем. Короче, мы решили немножко подороже взять, посимпатичней. Возможно, нам повезет. Мы сейчас прогуляемся и найдем что-то покруче. Что нас подкупило в этом месте, это то, что здесь очень красивая территория снаружи. Здесь очень прикольный такой барчик. Сейчас вам покажу еще местечко. Можно? А, барчик? А, барчик? Ну, барчик нам долго покажу. А можно, кстати, кофе бесплатно пить? Короче, вот так вот у нас выход. Сейчас я вам покажу территорию. Да, здесь бесплатный кофе можно якобы пить. Посмотрим, насколько он хороший, этот кофе. Ну, с термосом не обязательно, что он плохой. В общем, вот такая вот интересная территория. Сейчас мы прогуляемся здесь. Таким вот заборчиком окружена она. То есть, вполне себе мило. Судя по всему, сейчас мертвый сезон, вообще никого нет. Ого. Мы еще сами тут не были. Мы только-только буквально въехали, помылись души. Поэтому вместе с вами открываем, так сказать, здесь местную территорию. Окей, судя по всему, здесь просто номера. Ничего интересного. А здесь нам, что очень понравилось реально издалека, то, что здесь такая беседочка есть очень-очень симпатичная. Покажу я вам вот здесь. И что здесь можно вечером очень классно, я думаю, сидеть, пить что-нибудь там, не знаю, охлаждающий какой-нибудь напиток, не знаю, воду. Сок, общаться. Сёрфить в интернете, можно работать. О, тут даже есть розетка. Это, конечно, вообще круто. Да, есть розетка даже вообще. То есть, вот это место меня подкупило, потому что здесь... Но мы видим, что здесь мало людей, что мы не будем бороться за это место и за эти люди. Судя по всему, народу здесь вообще людей нет у никого, наверное, единственные гости. Вряд ли единственный. Вряд ли единственный, но короче, как я понял народу здесь мало, здесь вообще такой, как я понял, не самый пик туризма. Какая-то интересная антенна Сейчас вам покажу Здесь такой походил местный ресторанчик, барчик Тоже очень симпатично О, нормально так Неплохой обед Всего 55 бат, это очень хорошо Бесплатный кофе Вообще мне нравится Какая милота пришла Халёсей А что это с ним? Его покрасили что ли? У него что-то там случилось Какой-то он фиолетовый, ребята Может его обработали Или он куда-то вляпался Может в воду какую-то скупался Ну что, мы после приезда Немножко небольшого отдыха Решили сделать первый маленький выход в город Ну не в город, а здесь рядом в окрестность Выход в свет Лиса одела свое лучшее вечернее платье Я, конечно же, мой смокинг Костюм троечку Костюм троечку Ну ладно, на троечку он не тянет, но На двоечку, наверное Несмотря по какой системе Вадим и Систаси По-немецкой, то двоечка же получше Да, ну тогда ладно, останется на троечке средняя оценка Короче, это самое Выходим в люди Себя посмотреть Людей показать Все, парня уже понесли Какая-то музычка уже началась Хорошо, так после дождя Да, так дождь прошел, так прям как-то остудило Здесь все Дождь пройдет, наступит, он А в каком вы в сторону идем? Ночь пройдет. А я не знаю, где-то тут было Савануэ или недалеко? Откуда мы пришли? Мы оттуда пришли? Откуда, наш там Савануэ. Да, то что здесь? Ну, пошли туда. А кто-то такой милый тут, собаньки всякие. Собаньки, водички, смотри. Гигантские кокосы. По-моему. Такой прям чувствуется провинция, провинциальный городок. Не могу сказать, что это плохо, это даже прикольно, я бы сказал. Ну, потому что как-то, ну, да, отличается от всего того, что мы видели. И я как раз хотел посмотреть на провинцию. Ну, да, мы в Лабури немножко посмотрели провинцию, тоже на море, ну, мне понравилось очень, не знаю, в Лисе. Вот. И здесь тоже прикольно, так, очень атмосферный. Я, кажется, вступил в лужу, друзья. Какие-то всякие такие интересные, необычные штучки. Это напорная башня, что ли? Да, мне кажется, вот если туда пойти, кстати говоря, там будет река. Можно, кстати, сходить, посмотреть. Там запрет, видишь, на поворот. Мне кажется, запрет для машин, а не для людей. Вадим, барбершоп, поди бороду постригнуть. А, это барбершоп, да, там бороду постригут? Ну, барбершоп, это вообще парикмахер. А-а. А, я думаю, бороду тоже может быть. Ну, может, нет, конечно, может. Можно, не приходит. Как вы думаете, друзья, вот подпишите внизу в комментариях. Ты пока там выложишь, у тебя уже борода на колено тростит. Ты же не знаешь, что я хочу спросить. А-а. А, вообще отпишите бороду? Да. Как вы думаете, стоит мне отращивать бороду, оставить так, как есть, или вообще ее сбрить? Как вы считаете, друзья? Мне интересно ваше мнение. Не факт, что я сделаю так, как вы захотите, но, по крайней мере, мне будет интересно знать, что вы по этому поводу думаете. Хочу сказать вам правильно? Да. Правильно правильно не надо подсказывать. А для Лисы тоже встречный вопрос. Подскажите, ей лучше отрастить бороду, или... Оставить как есть. Или оставить как есть. Если вам... Да, очень. Да. Если кто умеет фотошопить, то сделайте, пожалуйста, чтобы мы видели, как Лиса бы выглядела с бородой. Тайм. Слушайте, мы, короче, в этой провинции зашли в первый магазин. 7-11. 7-11, да, это? Да. И были очень удивлены размером магазина, вообще. Может, это их просто единственный. Наверное, может, это единственный весь город, самый большой магазин, но он просто гигантский. Прямо, ну, для такого городка. То есть не то, чтобы прям мега-гигантский, но он, как бы... Ну, побольше, чем, да. Побольше, чем все обычные 7-11, которые мы видели. Презервативы, короче, презервативы у них стоят вообще очень дорого, 300 бат. 12 штук, в принципе, это нормально. 12 штук, да. Короче, здесь размножаются люди, потому что просто не могут позволить себе купить презервативы. Зато памперсы, пожалуйста, мои можете. А, памперсы, да, памперсы дешевые. Вот парадокс, да? Ну, вообще, это, наверное, просто правительственная программа, которые хотят, чтобы у них... Одна из таких стран, ну, передовых по развитию СПИДа, ну, как бы тоже надо думать, да? Это не из-за, кстати говоря, это не из-за тайского населения. Надо сказать, что проблема заключается... Что ты хочешь сказать, европейцы со СПИДом привезут? Да, проблема заключается в проституции. Ну, как бы, среди нормального... У меня, пожалуйста, да. Так они же сами без презервативов? Да, но среди, короче, скажем так, среди нормального населения минимальное, короче, ну, нормальное распространение СПИДа. Единственное, что зона риска – это, конечно же, проститутки. Вот проститутки... Очень, короче, проститутки там вообще, там, бом, до 80 или 70 процентов вообще заражены. Может быть, я ошибаюсь с процентами, но в нормальном населении процент такой же, как в любой другой стране. Дискриминируешь проститутки? Извините, извините, пожалуйста, что я дискриминирую проститутки. Женщины, профессионалы в области секс-туризма, они подвержены более высокому риску, чем... Они рискуют своей жизнью. Да, рискуют жизнью. Это невероятное просто преимущество. Путешествовать по Таиланду вне сезона, вот в сезон дождей, короче, он очень сносный, он даже очень приятный, потому что проходит дождь, охлаждает, во-первых, все, во-вторых, вообще туристов нет, цены значительно занижены. А здесь, мне кажется, не особен, но, мне кажется, относительно, но все равно значительно меньше, чем обычно. И в любом случае, короче говоря, намного проще путешествовать, вам не нужно все заранее что-то там заказывать, короче говоря, такая жесткая конкуренция, мало туристов, цены ниже. Комфорт, прохладнее. И вот сейчас вот идем, одно удовольствие, реально, ну вообще никого мы встретили, наверное. Мы сегодня каких-то шибанутых сегодня встретили, какие-то то ли бразильцы, то ли что. Что-то я не помню. На вокзале, как только мы приехали, мы хотели спросить, в какую сторону хостелом идти. Да. И говорю, о, ребята, а где хостелы какие-нибудь, где все цивилизации, они такие, I don't know. Чуваки, короче, зависли, такое ощущение сложилось, что они вообще не понимают никакого английского. Да, и они как-то швозят нас, как будто мы какие-то пришельцы вообще. Как они путешествуют для меня, конечно, большой вопрос, неважно. В общем, короче говоря, мы сегодня туристов, не знаю, ну буквально там пару-тройку лиц видели. Это большая редкость, судя по всему, в этом городе и вообще сейчас. В общем, мы наслаждаемся, кайфуем, ходим, общаемся с местными жителями, заказываем какие-то вкусняшки. Супер, в общем. Короче говоря, могу рекомендовать смело ехать в сезон дождей. Если бы вы были какими-нибудь писателями, вы могли бы здесь такой себе сделать ретрит. Да. То есть приехал такой и отдыхаешь душой и телом, слушаешь вибрации этого города, вдохновляешься. Мы были, когда на встрече дигитальных намадов, кого-то америкоса встретили, который два дня был в Чангмайе, три дня, и стал нам втирать про дух города, что здесь продуктивный. Причем начал всем советовать, приезжайте именно сюда, потому что здесь, здесь. Такая энергетика. Короче, чувак был конкретно на вибрации. А до этого он сказал, что ему потребовалось только год, чтобы понять, что предыдущий город, в котором он жил, это вообще плохой город. Год ему понадобится. Короче говоря, да, год был абсолютно бесполезной работой, судя по всему, непродуктивной. И вот он решил сменить локацию в Чангмайе. И тут бостанула парня. Да, в Чангмайе, так как там энергетика продуктивности, он напишет роман и станет миллионером. Да. Короче говоря, мы над ним очень жестко поперлись, потому что чувак не в себе какой-то был. Ку-ку, друзья, вот и мы. Короче, мы засели в этой прикольной беседке, которая находится рядом с нашим номером. Вон Лиса уже фоткает наш стол, танцует. Короче, мы сегодня оборудовали вот так наше рабочее место, будем наслаждаться, вкусно ужинать, тусить, общаться. И, конечно же, делать работу, монтировать видео. А кто-то и работу настоящую будет делать. Кто-то будет настоящую работу делать, типа как же писать текстики какие-нибудь там. Кто на что учится. А кто-то будет фигню делать, видео монтировать. Да. В общем, как-то так. Надеюсь, будет классно. Видите, мы арбузик купили уже, Надь, почистили. Ковунчик. Ковунчик, да. Вон там бананы с апельсинками. Ну, в общем, такой у нас будет сегодня чиллаут вечерок. И антикомарийные вонялочки. Чиллаут вечерок, включили вонялочки антикомарийные, да. И будем чилить, отдыхать. Есть гадости. Наслаждаться. Болезностью. В общем, надо, короче, друзья, что-то думать, чтобы вот такое рабочее место было всегда. Всегда, всегда и везде. Потому что мне так нравится. Пришлить нам на этот день, пожалуйста. Да, пришлить нам на этот день. Субтитры сделал DimaTorzok